Добрый день, здравствуйте! Сегодня приготовим из сухого молока мацони, йогурт, кефир, сметану, то, что вы желаете. Я отвечаю на вопрос одной моей подписчицы. Она задает вопрос, можно ли приготовить из сухого молока эти продукты? Давайте посмотрим, можно или нет. Я беру воду, теплую, градусов примерно 40 и 5 чайных ложек с горкой сухого молока. Сухое молоко бывает двух сортов, жирное и обезжиренное. Для того, чтобы получить данный продукт, например, мацони, я взяла жирное молоко, вернее, жирное сухое молоко. Причину потом вам скажу. Хорошенечко разводим это все водой и доливаем остальное. На один стакан, то есть 200 мл воды, нам понадобилось 5 чайных ложек с горкой сухого молока. Это не мое открытие. Обычно, даже если вы покупаете в коробках сухое молоко или в пакете, на нем нарисовано 5 ложек. Но нам нужно такое молоко, чтобы там белки вобрали в себя воду, то есть, чтобы они набухли. Поэтому оставляем минут на 40, а потом ставим на огонь и доводим до кипения. 80 градусов, 80-85 градусов нас устраивает. После этого охлаждаем молоко и начинаем заквашивать то, что нам нужно. Вот, смотрите, у меня 86 градусов, почти 87, и я дам остыть. Потом возьму пиалку, возьму кефир, мацони. У вас должно быть сырье, то есть, или та же самая сметана, или та же самая мацони, чтобы вы могли сделать закваску. Или же вы должны ее купить в сухом виде. У меня есть видео, можете там посмотреть, если вам понадобится. Я вам оставила ссылку, можете по ссылке перейти и закупать то, что вам надо. А так, если у вас есть свое сырье, возьмите его, разведите с теплым молоком. Разведите так, чтобы не оставалось комков. Заливайте обратно в банку. Да, не забудьте, температура молока должна быть не больше, чем 40 градусов. Лучше всего, оптимально, это 35-36 градусов, как ваши руки. Накрываем салфеткой и убираем все это обычно на 5 часов. От 3 до 5 часов созревают все бактерии, и получается то, что нам надо. Но, я открыла через 5 часов, у нас жидкость, видите, она уже чуть-чуть прихватилась, но еще не готова. Поэтому мне пришлось его оставить на 12 часов. Через 12 часов посмотрим, что получилось. Как видите, теперь салфетка у нас мокрая, а жидкость превратилась вот в такую густую, густую мацони. С ложки оно не выливается, не падает. Сейчас я принесу посуду и покажу вам ближе, что же у нас получилось. Так что доказательства. Из сухого молока можно сделать прекрасные. Мацони, кефир, сметану, сливки, да, даже сливки. Опять же, если вам нужны закваски, заходите, я вам оставлю ссылку, и вы можете посмотреть видео, убедиться, что это такое, откуда это берется, а потом закупать эти продукты, если вас это интересует. Вот такие мацони. Мацони очень полезные. У нас это называется готех, по-русски говорят мацони. Кефир можно приготовить. Очень вкусно, полезно. Полезно для кишечника. Это живые бактерии, которые помогают вам жить, чтобы жить долго и с хорошим здоровьем. Не забудьте поделиться видео, заходите ко мне еще. А пока, пока, пока. Всего вам доброго.